Всем привет! Мои любимые подписчики и гости моего канала. Меня зовут Ольга и вы попали ко мне на канал. Кто еще со мной не знаком, то на своем канале я рассказываю про сумки, аксессуары, немножко аромата, уходовой косметики, а иногда рассказываю свои истории из моего опыта люкс-шопинга. И тема сегодняшнего видео, мой обзор аксессуаров от бренда Louis Vuitton. Также в конце я хочу для вас сделать распаковку, распаковку сумки. Здесь у меня такой большой пакет, которую я недавно купила в бутике бренда. Если вам интересно это видео, оставайтесь со мной, и мы с вами вместе посмотрим, что же я купила у бренда Louis Vuitton. И данное видео мы начнем с коллекции моих аксессуаров. И первый аксессуар, с которым я хочу вас познакомить, это вот такой милый брелок от бренда Louis Vuitton. Этот брелочек выполнен из золотистого металла. Также здесь комбинация черной кожи и логотип Louis Vuitton внутри. Здесь также в конце два цветочка, которые также соответствуют логотипу бренда. Этот брелок я купила с эстетической точки зрения, а также с практической. То есть иногда, вы знаете, он помогает открывать вот эти вот круглые молнии, которые очень сложно открываются. Ну, например, вот я вам сейчас хочу продемонстрировать. Насколько вы знаете, вот у меня рюкзачок Palm Spring. И если я прикреплю вот этот вот красивый брелок к своему рюкзачку, то вот эта вот молния и закрывается, и открывается, видите, и достаточно легко. Потому что без вот этого, без этого брелка, эта молния, вот в этой, в данной модели, она ходит не так легко, как хотелось бы. То есть нужно прилагать усилия. А здесь с помощью брелка это намного осуществляет, намного облегчает эту функцию. И также смотрится тоже красиво и эстетично. Ну, также этот брелочек вы можете использовать как ключницу для ключей. Вы можете подсоединять сюда ключи. Еще я его использую иногда как декоративный брелок. То есть я его использую, когда я ношу вот эту вот свою сумочку. Пушет Метис. Я вот так же этот брелок подсоединяю сбоку. И это является таким милым дополнением, милым аксессуаром. Мне этот брелочек очень нравится. Я хотела какой-то брелок от марки. Ну, я долго смотрела, долго выбирала. Хотела, чтобы он, знаете, был такой не очень кричащий, достаточно классический и неброский. Я считаю, что как раз-таки этот брелок, он отвечает вот моим запросам. Это первый аксессуар в моей коллекции. Глой Бетон. И следующий аксессуар, с которым я хочу вас познакомить. Возможно, вы уже его видели у меня. Это вот такой кей-холдер или ключница, которая выполнена у меня в конве Дамия и Бен. Также они идут в нескольких принтах. Это Дамия Азор и монограмм-принт. Ну, мне очень нравится этот принт Дамия и Бен. Он такой спокойный, подходит совершенно в любую сумочку, и в маленькую, и в большую. Здесь находится такой крючок, с помощью которого вы крепите ключи. Также сюда вы можете помещать какие-то карточки. То есть не обязательно его использовать для ключей. Его также очень удобно можно использовать для карточек, для визит-карточек. Сюда как раз такой размер этого кей-холдера. Они очень хорошо помещаются. Внутри здесь, вот обратно стороны канвы, если видно, да, здесь не тканевая поверхность, как это, например, мини-пушет. То есть, если что, я думаю, что эту поверхность можно очень хорошо тоже мыть. Здесь идет, с одной и с другой стороны, логотип Louis Vuitton. И здесь на змейке тоже идет такой логотип Louis Vuitton. Ну, в принципе, это, наверное, все, что касается этого кей-холдера. С него вы можете начинать свою коллекцию аксессуаров. Насколько я знаю, это наиболее такая, по ценовой политике, наиболее дешевый аксессуар от бренда. И единственный минус в том, что его сложно купить, как и в последнее время многие продукты, которые выполнены из канвы, потому что бренд немножечко переориентирует себя и хочет больше производить кожаных вещей. Поэтому он всегда распродан и на сайте, и в бутике. Но я уверена, что если задаться целью и поискать, то вы, конечно, его купите. Также его берут на подарки очень часто, поэтому он всегда распродан. Очень рекомендую вам вот такую ключницу, так как она, на мой взгляд, мультифункциональная. Следующий аксессуар, с которым я вас хочу ознакомить, это вот такой CoinPurse, он называется, маленький кошелечек для копеек, если так перевести. У меня в принте монограмм, также они есть, принт Дами Эбен и принт Дами Азур. Я долго сомневалась, что мне взять, или принт Дами Эбен, или монограмм, потому что принт Дами Эбен, здесь внутри была очень красивая розовая кожа. Здесь у меня в данном случае, видите, коричневая кожа, это кожа. И мой кошелечек выполнен, сейчас мы посмотрим, где он выполнен, выполнен во Франции. Вот здесь вот видно, что он сделан во Франции. Но, конечно, это не имеет особого значения, он мог бы был сделать в Испании. Качество бренда, оно одинаковое. В общем, я очень долго сомневалась, или Дами Эбен с розовой кожей, или вот этот. Потому что Дами Эбен с розовой кожей, он так выглядит как-то по-женски, по-девчачьи, но все-таки потом практичность перевесила. Я решила взять вот этот классический монограмм с коричневой кожей, потому что считаю, что, наверное, так как он для копеек, он не будет такой марки. Что же здесь есть? Здесь есть отделение, три отделения с одной стороны для карточек, три отделения с другой стороны для карточек. И посередине вот такой разделитель тоже для карточек, или для чеков. Кошелечек достаточно компактный. Вот ширину он тоже не широкий. Молния очень хорошего качества. Но, как всегда, молнию брону, лови, тона не славятся. И здесь на той же змейке, видите, есть также логотип бренда. Я очень довольна этой покупкой. Кошелек компактный. Вы знаете, я не имею даже больших крупных кошельков. В последнее время я отошла от таких больших полноразмерных кошелечков. Использую в основном такие маленькие, потому что не так много у меня больших сумок. Даже если я и ношу на каждый день большую сумку, то я люблю все-таки вот такой компактный кошелек. Мне хватает. Здесь помещаются и монеты, и купюры, и чеки. Практически все, что вам надо на каждый день. Для сравнения, купюра вот у меня здесь лежит, доллар. Мы можем посмотреть. Она здесь, вот в задний кармашек, очень хорошо помещается. Вот такой был следующий мой аксессуар. Это маленький кошелечек CoinPors от бренда Louis Vuitton. И следующий мой наиболее любимый аксессуар, который я ношу каждый день, не побоюсь этого слова, это мини-пушет. Ну, мини-пушет, конечно, у всех на слуху. Даже кто не очень знаком с брендом, знает этот мини-пушет. Это является и маленькой косметичкой, и может также служить для вас небольшой сумочкой. А если вы подцепите сюда и длинный ремешок, то также это может служить маленькой сумочкой, как кросс-боди. У меня в принте Dame Eben, также они есть в принте Monogram и в принте Dame Azur. Но мое предпочтение как-то в последнее время всегда падает на принт Dame Eben. Мой пушет сделан во Франции. Здесь тоже есть, что сделан во Франции. Конечно, эта цепочка очень универсальна, она является и практичной, и как украшение. Внутри у нас красная подкладка, это ткань. Но вот это является небольшим минусом, потому что подкладка тканевая, и если она запачкается, не так легко ее очистить, как если это просто обратная сторона конвы или кожи. Ну, а вообще, по большому счету, я очень довольна, очень довольна и размером. Он помещается и в маленькие, и в большие сумочки. Еще раз говорю, универсальная вещь. Например, если вы находитесь на отдыхе где-то в отеле, и знаете, с собой обязательно вы берете часто какие-то ключи, какую-то мелочь. Вот очень удобно на пляж взять этот мини-пушет, эту сумочку, и сюда, в принципе, помещается все, что вам надо, все мелочи, которые вам нужны на каждый день. Я обычно его использую, как я уже говорила, на каждый день. Храню сюда и какие-то медикаменты, гигиенические принадлежности. Также у меня могут быть здесь и деньги, если я не беру на каждый день кошелек, а использую только этот мини-пушет. Очень вам рекомендую. Ну, конечно, такая же история, что трудно в последнее время их достать. Они везде распроданы. Пользуются популярностью принт-монограмм и дами и бен. Но, опять же, если вы очень хотите, то я думаю, что все возможно. Цена его, вот, примерно, я могу сказать, наверное, где-то 210-215 евро на сайте. Вы знаете, вот сейчас с этим повышением цен очень трудно уследить, но примерно вот что-то в этих пределах. Вот, ну, всегда можно проверить цену на сайте, Луи Витон официальном, и вы получите, конечно, более четкую информацию. Вот это вот мой следующий аксессуар. И также еще один мой аксессуар. Это такая косметичка. Ну, это аксессуар, наверное, один из первых. Вот эта косметичка, это старая модель, наиболее крупная модель. У них есть поменьше модель, сейчас новая, и вот побольше. Здесь в длину получается 28 сантиметров. То есть эту модель они уже не выпускают. Но мне она нравится, во-первых, потому что здесь молния, видите, идет по всей длине этой косметички. Она широкая, вот здесь вот широкое дно. И она, эта косметичка вместительная. А также внутри у нее полностью кожа. Вы можете мыть ее. Видите, такая поверхность нет тканевая. Здесь логотип Луи Буэйтон. И кармашек, в который вы можете поместить какие-то мелочи. У меня в принте монограмм. Ну, насколько я знаю, они, вот именно эта модель, которая старая, уже не производится, они только были в монограмме. Какой здесь минус? Так как, видите, молния округлая по всей длине косметички, иногда бывает очень сложно ее открыть и закрыть, вот эту молнию. То есть она иногда так вот застревает. Ну, как я уже сказала, это есть у бренда такой минус, когда округлая молния. Но все равно можно приноровиться. Косметичка очень практичная. Я ее использую в основном в путешествии. Еще раз говорю, она вместительная из-за того, что широкая. Но сейчас уже вышли новые модели этих косметичек. Ну, я не собираюсь, не планирую менять. Я как-то, вы знаете, как довольна именно вот этой, можно так сказать, старой моделью. Она меня полностью устраивает. Здесь также идет логотип Louis Vuitton на змейке. Ну, и в принципе, из аксессуаров больше ничего. Я уже сказала, внутренняя поверхность кожи и здесь один карманчик. Тоже люблю. Вы знаете, практичная вещь. Я ее не берегу. Я ее иногда использую, например, когда еду на речку, на озеро, на пляж. Тоже сюда положу все, что самое необходимое. Сюда также помещаются и телефоны, все, что вам нужно. Поэтому вещь такая практичная. И последний аксессуар. Как видите, у меня не так много аксессуаров, но они все практичны. В общем, все, что мне нужно в повседневной жизни. Это вот такая большая косметичка. Обзор я уже делала в моих, по-моему, фаворитах. Мои фавориты. Эта косметичка уже... Вы ее могли уже видеть. Она уже засветилась, если можно так сказать. Это размер XL. И эта косметичка называется King Size. Ну, действительно, это по сути King Size. Здесь плюс, что здесь вот эта вот двойная молния очень удобная. Она идет в разделе аксессуара для путешествия. То есть, это аксессуар для путешествия. И здесь также идет логотип Louis Vuitton. Видите, коричневая комбинация, коричневая кожа. Вот поэтому я люблю Damia Ben Print, потому что здесь нету кожи Вашета. Как-то вот не люблю я вот эту комбинацию Monogram с кожей Вашета. Поэтому предпочитаю больше вот такой принт Damia Ben. Косметичка, конечно, очень уместительная, большая. Вы с ней можете путешествовать, использовать ее как сумку, если Вы держите ее вот за этот хлястик. То есть, тоже мультифункциональная. У меня она также стоит на косметическом столике в ванной каждый день. В принципе, и здесь находится все, что мне нужно. Все мелочи. Я сейчас не буду открывать, показывать, потому что там все полностью наполнено разными мелочами. То есть, вот это тоже входит в мою коллекцию аксессуаров от бренда Louis Vuitton. Ну и следующая часть, к которой мы с Вами приступаем, это распаковка. Ну, сегодня я не буду делать полный обзор. Мы просто с Вами посмотрим, что же я купила, какую я сумку с Вами купила у бренда в бутике. Ну, классическая коробка, как всегда. Коробка на магните. Здесь идет пыльник. Пыльник классический от бренда Louis Vuitton. Пыльник у нас также в виде сумки. Здесь логотип. Ну, возможно, некоторые из Вас будут удивлены. Но это у меня Пушет Метис и в монограмме Реверс. То есть, это не классическая монограмма, это монограмма Реверс. Чем она отличается? Здесь идет, видите, комбинация коричневой монограммы, комбинация светло-бежевой монограммы. А также то, что мне очень нравится. Здесь нету кожи Вашета, а здесь черная кожа. Здесь идет тоже логотип Louis Vuitton, черная кожа. Поэтому, на мой взгляд, вот эта вот сумка, она более практичная. У меня была в монограмме, я делала обзор, но я с ней рассталась, я ее продала, потому что все-таки я всегда предпочитала и очень хотела эту сумочку в монограмме, но в Реверс монограмме. И вот, когда мне удалось ее достать и приобрести, то я ту продала. Потому что, как раз-таки, вот из-за этой кожи Вашета, мне очень нравится комбинация монограммы с черной кожей. Это смотрится и практично, и, на мой взгляд, ну, это, на мой взгляд, так более дискретно. Ну, насколько я знаю, что вот эту Реверс монограмму сейчас сложнее достать, чем классическую монограмму. Это просто для сведения, если вы хотите. Напишите мне, пожалуйста, хотите ли Вы обзор этой сумки, так как я прекрасно понимаю, что сейчас на Ютубе, Вы знаете, куча, масса обзоров на эту сумку Пушет Метис, поэтому я немножечко не уверена, нужно ли мне повторяться, нужно ли мне делать обзор. Но Ваш отзыв будет для меня очень важен. Если Вы мне напишите, что Вам интересно, конечно, я сделаю обзор полный на вот эту вот мою новую покупку. Ну, что я могу сказать, я очень довольна этой сумкой, буду ее носить и надеюсь, что вот она мне уже прослужит очень долго. Ну, вот такое было мое сегодняшнее видео. Моя коллекция аксессуаров от марки Louis Vuitton. Напишите, пожалуйста, понравилась Вам, как Вы считаете, коллекция хорошая или, возможно, что-то Вы бы дополнили. Ну, и также, как я уже просила, вот напишите, пожалуйста, нужен ли мне делать отдельный обзор на сумку Пушет Метис. У меня на сегодня все. Я с Вами прощаюсь. Обязательно с Вами увидимся в моих следующих видео. Всем пока!